Почему мужчина не дарит подарки женщине? Ну, а с чего вдруг он должен этого хотеть? Конечно же, мужчина эти желания игнорирует, либо реагирует на это агрессивно. Так не было принято в его предыдущих отношениях. И она ему как бы говорит, а я вообще хочу айфон, а я вообще хочу цветы, или а купи мне цветы. Тогда я не буду просить подарки, потому что подарки это в ущерб нашим отношениям. Веростов, а дай быстренький совет, как это сделать? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я дипломированный психолог. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и обязательно смотрите это видео до конца. Итак, почему мужчина не дарит подарки женщине? Здесь я перечислю ключевые причины из моей личной практической работы с женщинами. То, что я слышал и то, что я могу резюмировать. И, соответственно, из этого вы уже сможете сделать выводы, что с этим делать дальше. Первая причина, почему мужчина не дарит подарки, это так не было принято в его семье. Так не было принято в его предыдущих отношениях. Вроде бы мы живем в одном мире, и, возможно, вы с вашим мужчиной живете даже в одном городе, выросли в одном городе. Но у всех по-разному. И если в предыдущих отношениях это не было уровнем нормы, то есть уровнем нормы было то, что каждый покупал подарки себе, или подарки дарили друг другу на день рождения. Предыдущий опыт – это отношения мужчины, какие у него были до вас. И также самый первый опыт – это то, что было принято в его семье. Если мальчик, который рос будущим мужчиной, не видел примера, что папа дарил подарки маме, тогда вопрос, но а с чего вдруг он должен этого хотеть? Понимаете, это как Маугли. Если Маугли вырос в джунглях, ну тогда он привык к какому-то контексту. И если этого Маугли погрузить в какой-то большой город или же в провинцию, скорее всего он будет себя вести плюс-минус, как он привык, живя в джунглях. Соответственно, так же происходит и у мужчин. И это причина номер один. Причина номер два из того, что я вижу, из того, что я наблюдаю у учениц, это то, что мужчине неизвестно, что его женщине это нужно. Мужчине неизвестно, что его женщина этого хочет. И часто кажется, ну это же и так понятно, что мне приятны цветы. Ну это же и так понятно, что подарки женщинам приятны. Это же и так понятно, что мужчина должен ухаживать и радовать свою женщину. Поймите, пожалуйста, то, что понятно вам, это не всегда понятно другому человеку. И поэтому лучше задать себе вопрос. А то, что я ожидаю от мужчины своего, да, или с которым я общаюсь, это ему известно? Или я считаю, что это автоматически должно быть понятно? И тоже здесь есть другая крайность. И некоторые девушки скажут, ну да, я уже не вытерпела и высказала ему, что я хочу. Тут тоже вопрос, в какой форме вы это высказали, как вы это сказали. И если вы молчали, терпели и потом взорвались, скажем так, с обидой, с претензией высказали, это не равно поставили мужчину в известность о ваших желаниях. Поэтому причина номер два и самая частая, что мужчине неизвестно, он не знает про ваши желания, он об этом не догадывается. Причина номер три, вытекающая из второй причины, это почему мужчина не дарит подарки женщине, девушке. Это потому, что женщина сообщает о своих желаниях в неудачный момент, в неправильное время. Мужчина и женщина в ссоре, мужчина и женщина в конфликте. И тут эта девушка где-то в видео у психолога увидела, что мужчине нужно заявлять о своих желаниях, нужно ему сообщать о своих желаниях. И она ему в этот момент говорит о своих желаниях, когда между ними ссора, когда у них друг между другом, у них обида, они раздражены друг на друга. И она ему как бы говорит, а я вообще хочу айфон, а я вообще хочу цветы, или а купи мне цветы. Конечно же мужчина эти желания игнорирует, либо реагирует на это агрессивно. Агрессивно. И девушка такая, а ну вот эти советы какого-то там психолога из интернета не работают. Еще раз я выделю, третья причина, это когда вы озвучиваете свое желание не в правильное время. Приведу другой пример. Вот представьте мне, как вашему мужчине, от вас что-то нужно, и прямо сейчас вы на меня обижены, и прямо сейчас вы на меня раздражены. Я говорю, слушай, дорогая, а сделай мне вот что-то там, да, а помоги мне с этим. Большинство женщин этого не сделают. Они, ну как бы, будут к этому негативно относиться. И не потому, что они не хотят сделать по отношению, она не хочет сделать по отношению ко мне что-то хорошее, а просто потому, что мы не решили конфликт, мы не решили нашу проблему. Понимаете, мы находимся в неком коконе проблемных отношений. И для того, чтобы что-то мне получить от партнера, нам нужно сначала решить проблему, и только потом уже переходить на какой-то следующий уровень. Четвертая неочевидная причина, почему женщины не получают подарков в отношениях. Это потому, что женщины ведут отношения финансовые 50 на 50. И что из этого следует? Она по ним, ну например, вот представьте, она говорит, она думает, так, я хочу новый айфон, например, или новый телефон. Она понимает, что у них отношения 50 на 50. И она понимает, что если мужчина подарит айфон, это что будет значить? Это значит, что деньги уйдут из чего? Из общего бюджета. Например, он подарит телефон, и потом скажет, ну извини, у меня нет денежек в этом месяце, потому что я потратился на твой подарок. И понимая это, женщина сама себя ограничивает. Она сама себе внутри говорит, а, тогда я не буду хотеть подарки. Тогда я не буду просить подарки, потому что подарки – это в ущерб нашим отношениям. Или эти подарки будут за бюджет нашей семьи. Понимаете, какой подвох кроется в отношениях, где финансы 50 на 50. И поэтому часто девушка говорит, да, зачем мне просить, да, или зачем мне его подарки. Осознанно или подсознательно она себе это говорит. И поэтому чаще женщинам проще быть самостоятельной. Она думает, да я сама себе куплю, и не надо просить. Все равно же деньги общие. Здесь у меня нет решения. Здесь, чтобы решить этот нюанс, нужно комплексно разбираться. А вообще, как это так сложилось, что у вас отношение 50 на 50, насколько вас это устраивает и так далее. Но если у вас отношение 50 на 50, и вы хотите подарков, тогда реально подарки – это будет происходить за общий бюджет. Что как бы звучит, ну тогда это сложно назвать подарком, правда же? Тогда это будет просто за общие деньги. Вы выбрали то, что ты хотела. И не совсем, я не считаю, что это подарок. Я считаю, что подарок – это за то, что купил мужчина за свои деньги. И пятая причина, почему женщины не дарят подарки, это потому что женщина, давайте так, 90 плюс процентов женщин не умеют правильно взаимодействовать с мужчиной так, чтобы он с удовольствием хотел эти дарить подарки. И женщины в этом не виноваты, потому что мы выросли из таких семей, мы не видели примеров, у наших знакомых друзей тоже не супер радужные примеры. Часто это выглядит как обиженное требование, да, или раздраженное требование, или когда коммуникация как будто бы между сотрудниками, или между подчиненным и сотрудником. У любого человека, тем более у человека мужского пола, но у него нет искреннего желания тогда дарить подарок, понимаете? делать это с удовольствием. И для того, чтобы мужчина хотел дарить женщине подарок с удовольствием, для этого мужчину нужно правильно готовить, для этого нужно создавать правильную атмосферу в отношениях, когда мужчина осознает и четко чувствует, что делая хорошее для своей женщины, мне это выгодно. И, конечно же, здесь вы ждете, «Ярослав, отдай быстренький совет, как это сделать?» Но здесь нет быстрого совета, это целая индустрия, это вообще комплексные знания, это целая наука, это, в принципе, уже тогда возвращаться к истокам. А как же строить те самые отношения, когда женщина это женщина, мужчина это мужчина? При этом на работе вы можете быть кем угодно, в бизнесе вы можете быть кем угодно, с детьми вы мать, со своими родителями вы дочь, и так далее. Но пятая причина, явная большинство женщин, не умеют готовить мужчину. Ну нет вот этой мудрости, правильного взаимодействия с мужчиной. От правильного взаимодействия с мужчиной, не чтобы он расхлестался, разложился на диване в вашем, в вашей трехкомнатной квартире, а наоборот, когда мужчина чувствует себя мужчиной, и видит в вас женщину, тогда он с удовольствием хочет дарить подарки, тогда ему выгодно делать вас счастливой. И таких женщин очень мало. Поэтому, если вы хотите прокачаться как женщина, разобраться, что такое женская мудрость, как делать так, чтобы мужчина с удовольствием хотел дарить подарки, и не только до первого секса, или не до рождения первого ребенка, и не пока только конфетно-букетный период, а столько, сколько вы захотите, тогда прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь на бесплатные вебинары, где эти и другие темы мы раскроем максимально подробно. Прямо сейчас кликайте и записывайтесь. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и пишите ваши комментарии.